Майкл Макфол оказался очень удивительным чиновником. Он никогда до администрации Барака Обамы не служил в исполнительной власти в Соединенных Штатах. И для человека, вся жизнь которого прошла в академических институтах, в исследовательских организациях, Стэнфорд, Карнеги, для такого человека стать успешным бюрократом это большое достижение. Майкл сумел стать очень полезным человеком для администрации Барака Обамы и лично для Барака Обамы. Российское направление не было и не является приоритетом для Барака Обамы, но оно оказалось одним из наиболее успешных. И в этом большая заслуга Майкла Макфола. Он пришел в администрацию, имея репутацию человека в некоторой степени геологизированного. То есть у него был четкий очень посыл необходимости делать упор на проблемы демократии и прав человека в отношениях с Россией. Этому была посвящена его статья в Foreign Affairs незадолго до выборов, или, так скажем, в ходе предвыборной кампании 2008 года опубликованная. Но когда он пришел в Белый дом, он показал себя прагматиком и очень успешным прагматиком. Причем таким прагматиком, который не запятнал свои, скажем так, идейные, не запятнал свои идеалы. Это тоже очень важно. Так что, я думаю, назначение имеет две стороны. Во-первых, это своего рода благодарность со стороны президента, одному из ключевых советников. Одно дело быть старшим директором по России в Аппарате Совета Национальной Безопасности в администрации президента в Вашингтоне. Другое дело быть послом Соединенных Штатов в одной из крупных стран мира. И титул посла люди носят до конца своей жизни. И это очень важно, этот статус, это очень приятно. С другой стороны, та работа по перезагрузке российско-американских отношений, которую начал Майкл Макфолл за богословение Барака Обамы, в основном завершена. Отношения перезагружены. Дальнейшие уже мало зависят от Майкла Макфолла. И, наверное, в нынешней ситуации даже и от Барака Обамы. Барак Обамы переключился в значительной степени на предвыборную кампанию. И российско-американские отношения, достигнув определенного уровня, остаются на таком плато. И поэтому в этой ситуации, когда до окончания президентского срока Барака Обамы остается чуть больше года, переизбрание Барака Обамы не гарантировано. И это очень удобный момент для того, чтобы Майклу Макфоллу начать новую карьеру. Ну, во-первых, посол при всей важности, конечно, не столько статуса, сколько положения посла, все-таки является не столько решателем, сколько фасилитатором отношений. У него много задач, кроме дипломатических переговоров. Он представляет страну, он должен формировать, по идее, благоприятное общественное мнение в стране, он должен поддерживать связь со всеми значимыми персонами в стране, он должен представительствовать на целом ряде мероприятий. У него огромное количество дел, и задача посла сегодня в меньшей степени, чем во время классической дипломатии, вести какие-то переговоры. Послы не ведут переговоры. Они иногда присутствуют на переговорах, но они, в общем-то, их не ведут. Они могут вести зондаш, они могут вести какие-то беседы, но задача посла уже не участие в формировании политики. Это в большей степени реализация политических направлений. Поэтому у Макфола будет много здесь вопросов, задач, которые он должен решать. Кроме того, это колоссальная бюрократическая нагрузка. Это несколько сот человек в вашем подчинении. Это довольно сложная страна, сложные условия для американского. Для американского дипломата практически любая страна является в той или иной степени сложной сегодня.